Протягиваем выпуск. Сегодня православные верники означают одно из головных христианских святов – Преображение Господнее. В народе этот день вядомо, как яблочный спас. С находа свята в храмах проходит урочистое на боженстве и освещается новый ураджай. В дело их принял и наш корреспондент Ганна Корольчук. Христианское свято Преображение Господнего в православии выходит в лик 12 наиважнейших святов, присвеченных падеем земного життя Иисуса Христа и Богородицы. По водле Евангелия, в этот день Иисус, разум с трима наиближайшими вучнями – Яковом, Иоанном и Пятром – взошел на Фаворскую гору помолиться и повстал перед имя переутворенным, каб раскрыть свою Божию сутность. И Он показал, якими станут люди у Царстве необесным и як изменится весь земный свет. Особливым в этот день з'является для прахаджан Спаса Преображенского храма в Гомеле. Тут сустракают в Простольное свято. Вось уже 16 годов Яков Цверы отчинены для прахаджан, а сегодня было особливо шматлюдно. В этот великий праздник сердечно желаю вам мира, любви и добра, чтобы Фаворский свет сегодня коснулся сердца каждого из нас с вами, чтобы мы, выходя из церквей и храмов, почувствовали благодать преображения Господня и несли ее нашим ближним, тем людям, которых мы будем встречать на нашем жизненном пути. Со святом проображения связаны старожитный звычай – освящать плоды нового ураджаю. В Беларуси это, как правило, яблыки. Тому в народе свято называют яблочный спас. У сходних славян яблыня – символ життя и бессмертия. Так само в этот день прахаджане традиционно освящают груши, сливы и виноград. Ранее нам отличилось, что до спаса не дозволяется есть и садовину, и стравы с нового ураджаю. Так само в этот день было принято одорвать обездоленных людей собранным ураджаем. Мы освящаем все те плоды, все те начатки, которые у нас выросли к этому времени. И мы, принося их в храм, принося их к Богу, освящаем. Еще в Ветхом Завете появилась эта традиция, когда все, что первое у человека появляется, он приносит ее к Богу, чтобы поблагодарить Бога за то, что Господь по милости своей дал нам на этот год и плоды, и какие-то начатки. У хамельчан, до речи, склалася уластная традиция святкования, что год они сбираются в яблочном саде на транспортном кольце гандлевое обсталявание, чтобы святить яблоки и принять удел в районных урочистостях. Во имя Отца и Сына и Святаго, с праздником, друзья, с преображением Господня. Не глядяши на то, что свято пропадая на Успенский пост, у гэтый день дозволяется послабление. Можно уключить у рацион рыбу и слонечниковый аллей. Так само и лечится, что кожный верник обовязково повинен съесть хоть один яблок с медом, как быть здоровым и весь год. Подяковать Богу за селит не ураджай и попросить благословения. Галлон и сенс свято для верников. Прекрасное настроение, очень хорошее, светлое, чистое, радостное праздник. Мы его очень ждали, любим его, принесли яблочки посвятить. Приходим все вместе. Вот это моя сестра, мы вдвоем пришли. Вот наши внуки. Очистилась наша душа, душа нам стала радостной. Спасибо, кто организовывает такой прекрасный праздник. Спасибо вам за все. Очень важный праздник. Яблоки все наши. Мы очень любим этот праздник. Также, кстати, любим и медовый спас. Всегда празднуем, всегда светим. Для наших протков яблочный спас так само символизовал природные пирамены от лета до осени. Ночи становятся холоднейшими, а буслы улетают на полдень. Проздесь и дзен. 29-х ажнивня будет отзначаться третий спас. Хлебны те ореховы. В этот день выпекают хлеб со сбожженного ураджаю, а еще сбирают лесные орехи. Гана Карачук, Валерия Гапанько, Телерадио компания Гомель.